6 тысяч чайников влились в плотный транспортный поток города. Именно столько новоявленных челнинских автолюбителей в минувшем году получили права. На отчетной пресс-конференции в ГИБДД по итогам 2015-го сегодня также поделились секретом, в какой день недели за руль лучше не садиться и с какими долгами стоит вообще отложить вождение. Подробности прямо сейчас. Для одних это просто цифры статистики, для других – потери близких, поломанные судьбы. В 2015-м челнинские дороги унесли жизни 23-х человек. Еще почти 700 получили различные травмы. А всего зарегистрировано свыше полутысячи ДТП. Но, как отметил начальник автоинспекции, ни одного смертельного случая на пешеходке. И это благодаря массовой установке в 2015-м лежачих полицейских. Пусть не по ГОСТу и пусть многие водители встретили новинку в штыки. Забегая вперед, говорю, что погибло 9 пешеходов. Но не на зебре. Вот, пожалуйста, ответ на вопрос, эффективны они или неэффективны, статистика смертей говорит как раз за себя. А еще статистика говорит, что больше всего аварий случается в пятницу. По этому показателю, также в лидерах четверг и суббота почти половина всех ДТП случилось в вечернее время именно в эти три дня недели. В ходе пресс-конференции отдельно остановились на теме пьяных за рулем. Любителей покататься на нетрезвую голову в 2015-м удалось выявить больше сотни. Один из них бизнесмен Василий Криворучко. Устроенная им авария унесла жизнь человека и покалечила еще двоих. Про Криворучко уж мы много говорили. Там достаточно одиозная личность на самом деле на сегодняшний день. Хоть он является и фигурантом другого дела, но тем не менее отбывает срок лишения именно по статье 264 за смертельный ДТП. Также на встрече с журналистами коснулись Система ужесточения наказаний, в частности тот, кто накопит штрафов на сумму более 10 тысяч, может лишиться права вождения до тех пор, пока не погасит задолженность полностью. А для расторопных нарушителей, напротив, предусмотрен дисконт. Они смогут оплачивать лишь половину суммы взыскания, если успеют погасить штраф в течение 20 дней с момента постановления, вместо положенных по закону 60. Евгений Прайнтов, Ильнар Мустафин, Рентовая набережная Челны.